Здравствуйте! В эфире программа «Фабрика новостей». 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. Приходят новости, но в целом картина складывается после того, как соберутся все детали. В пятницу вечером давайте посмотрим, какой сложилась эта неделя. Меня зовут Епифанова Софья, сегодня 25 февраля, и вот что обсудим этим вечером. Запретить полностью промышленный лов лососей в Амурском лимане и в Низовье Хамура предложили ученые. Рыбодобывающие предприятия против. Есть ли альтернативное решение? Обсудим. Противопожарные силы края 5400 человек и 583 машины. В марте они проведут учения, а в апреле, вероятно, уже выйдут тушить первые пожары. По прогнозам, весна будет ранней и сухой. Три спортивных комплекса откроются в Комсомольске-на-Амуре в этом году. Жители города получат возможность заниматься единоборствами, скалолазанием, фигурным катанием и другими видами спорта на современном уровне. Стройки курирует губернатор. Дом коммуна ждет капитального ремонта. Жильцы хотят, управляющая компания обязана. Правительство края держит на контроле. Но ремонт так и не начинается. Разбираемся, почему. Первые экземпляры нового самолета «Байкал», сборку которого наладят в Комсомольске-на-Амуре, будут оснащаться американскими двигателями. Есть ли риски попасть под санкции? Расспросим главного конструктора ЛМС-901. Хабаровский приют «Открытое сердце» готовится к новоселью. Своими силами бездомные построили себе дом. Осталось самое сложное – подключить отопление. И нужна помощь профессионалов. Хабаровские рок-группы благодаря энтузиастам получили новую площадку и новую аудиторию. Живой концерт и разговор о музыке, творчестве и андеграунде ведется на ютуб-канале «Рокхаб». Увидим шоу изнутри. В преддверии большой рыбалки о рыбе. Хабаровский край на пятом месте по добыче рыбы в стране. При этом доля рыбопромышленного комплекса в бюджете региона меньше 3%. К этой цифре мы еще вернемся. И по итогам 2022 года она может оказаться еще меньше. Но с другой стороны весов – исчезновение предмета добычи как такового. Осеннюю пути на 2021 года называют крупнейшим провалом рыбной отрасли Хабаровского края за последние 5 лет. Из 13 тысяч тонн разрешенных Квылову удалось добыть только 6. Причин тому много. И регулирование в части орудий лова, и большое количество промысловых участков на реке, и неразбериха в общинах коренных малочисленных народов. Но во время обсуждения промысловой стратегии на 2022 год участников больше занимал вопрос «Никто виноват, а что делать?». Самый радикальный и, скорее всего, беспристрастный ответ дала наука. Комиссии по регулированию добычи вылова анодромных видов рыб рекомендуется не определять места постановки орудий добычи и не устанавливать объемы добычи на Амурский лиман и бассейн реки Амур выше устья Амгуни. Запрет охватывает весь Николаевский район и северную часть Ульческого. Там работают самые крупные рыбодобывающие предприятия. Некоторые из них расширили свои мощности в тучном 2016-м и не оправдали своих промысловых ожиданий и возможностей до сих пор. Мнение рыбопромышленников. Если не будет найден баланс между пользователями или видами рыболовства, мы будем выступать вообще за закрытие промысла. Но закрытие промысла должно тогда происходить для всех видов рыболовства. Абсолютно для всех. Основной акцент в регулировании промысла нужно смещать именно на интересы людей, живущих по берегам реки Амур. Закончилось время, скажем так, первоначального накопления капиталов на рыбном промысле. Доловились. Рыбы больше нет в тех объемах, какие они были раньше. Надо перестраиваться, надо формировать социальное рыболовство. Проект промысловой стратегии 2022 поддержали представители коренных малочисленных народов, которые в прошлом году остались без рыбы, несмотря на то, что 50 килограммов на человека им положено по закону. Я хочу сказать, что реакция, в общем-то, на предлагаемую стратегию позитивная. В общем-то, честно говоря, даже не ожидали. Это просто сказка, наверное. Помимо запрета промышленного рыболовства на Нижнем Амуре, авторы стратегии предлагают ввести ограничения на определенное орудие лова, а также увеличить количество проходных дней. Окончательный вариант стратегии промысла Тихоокеанских лососей в Хабаровском крае на этот год будет принят в конце марта-начале апреля. Вернемся к экономическому весу рыбопромышленного комплекса. В цифрах это выглядит так. Доля отраслей в объеме промышленного производства края достигает 4%. Доля вклада в бюджет 2,8%. На кита, согласитесь, региональной экономики не тянет. В чем тогда ее основной вес, основная ценность? Я задала вопрос Сергею Рябченко, президенту Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края. Главное не то, сколько платим. Платим столько, сколько определено налоговым кодексом предприятия. Важен рядовой состав и важно основное направление деятельности отрасли. Обеспечение продовольственной безопасности. То есть, чтобы и хабаровчане, и россияне имели на столе у нас с вами определенную линейку ассортимента рыбной продукции и морепродуктов. И это главное. И это основа деятельности рыбной отрасли. В промысловой стратегии, когда обсуждают что-то, а обсуждают, кому запретить? Может быть, надо решить, на что делать ставку в развитии отрасли? Что будет на первом месте? Действительно крупное производство или социальные задачи? Вот что первично? Ваше мнение? У нас с вами всего пять предприятий в Хабаровском крае, относящиеся к крупным. 97% это мелкие и средние предприятия, которые работают в основном на системе налогообложения, это упрощенные, и на едином сельхозналоге. Имеют право быть на рынке все. Но в чем особенность? Как правило, мелкие предприятия, это предприятия, которые, ну, у нас, допустим, занимаются прибрежным рыболовством, да? Занимаются выловом лососевых, как там на Амуре, в Охотском районе и так далее. И многие из них являются градопоселкообразующими. Кстати, из 37 предприятий Российской Федерации, 8 градопоселкообразующих предприятий находятся в Хабаровском крае. То есть за счет их деятельности, пусть это будет малое предприятие или среднее предприятие, существуют и выживают те населенные пункты, где они базируются. Я против монополизации. Я за то, чтобы существовали все формы и малые, и средние, крупные, холдинги и отдельные предприятия. Потому что вот это как раз дает какую-то конкуренцию. Хорошо, последний вопрос. При обсуждении стратегии Путина на 2022 год наука высказалась, и ее предложения никому из рыбаков, прямо сказать, не понравились. Каковы альтернативные, если они есть? То, что предложили. То есть закрытие промышленного рыболовства от устья Амбуни и выше по течению. Все. Никакого в Амурском лимане быть не должно. И мы же сказали, мы готовы, нет проблем сегодня, в два раза сократить количество там стационарных орудий лова. Вот, допустим, там было 19, пусть их будет 9, пусть их будет 8. Мы готовы на это пойти в Амурском лимане? Нет проблем. И эта стратегия, которая была предложена официально, и она на руках у всех стенов этого совещания была, это было прописано. Почему не принято? Ну, я не хочу ни с чем сравнивать, но я думаю, что это больше решение какое-то политическое, что ли. И важное самое. Почему мы сегодня не говорим о стратегии, о необходимости усиления охраны на нерестилищах, на путях миграции? Спасибо за оперативные комментарии Сергею Рябченко, президенту Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края. Ну и еще одна деталь в полную картину нашу сегодняшнюю рыбный день. Специалисты Всероссийско-научного исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии уже дали свой прогноз на Путину 2022. В целом по Дальнему Востоку она окажется самой бедной за последние 12 лет. По предварительным данным во все дальневосточных регионах разрешено будет добыть 264 тысячи тонн. Самая большая рыбалка развернется на Камчатке традиционно. Там по прогнозу можно будет выловить 137 тысяч тонн водных биоресурсов, извините. На втором месте Сахалин, 87 тысяч разрешенных тонн. Для Хабаровского края ученые дают цифру 30 тысяч тонн. Это в общей сложности летняя горбуша и осенняя кита. Причем в прогноз включена рыбалка на Амуре, в Охотском районе и на побережье Татарского пролива. Помимо киты и горбуши в Хабаровском крае разрешается выловить еще кижучий нерку, но разрешенный объем по этим видам лососевых совсем незначительный. И для сведения, топ-5 рыболовных держав по версии Всероссийской ассоциации рыбопромышленников и экспортеров по объему вылова водных биоресурсов. На первом месте Китай, он первый и по объему вылова, и по стоимости экспорта рыбопродукции, по объему импорта, словом, по всем рыбным статьям. На втором месте Индонезия, на третьем Перу, на четвертом Индия и на пятом месте в мире по объему вылова водных биоресурсов наша страна. По объемам импорта Россия на седьмом месте в мире, но по объему экспорта на третьем. Это «Фабрика новостей» и после короткой рекламы говорим вот о чем. Три спортивных комплекса откроются в Комсомольске-на-Амуре в этом году. Жители города получат возможность заниматься единоборствами, скалолазанием, фигурным катанием и другими видами спорта на современном уровне. Стройки курирует губернатор. Дом коммуна ждет капитального ремонта. Жильцы хотят, управляющая компания обязана, правительство края держит на контроле. Но ремонт так и не начинается. Разбираемся почему. Первые экземпляры нового самолета «Байкал», сборку которого наладят в Комсомольске-на-Амуре, будут оснащаться американскими двигателями. Есть ли риски попасть под санкции? Расспросим главного конструктора ЛМС-901. Хабаровский приют «Открытое сердце» готовится к новоселью. Своими силами бездомные построили себе дом. Осталось самое сложное – подключить отопление. И нужна помощь профессионалов. Хабаровские рок-группы благодаря энтузиастам получили новую площадку и новую аудиторию. Живой концерт и разговор о музыке, творчестве и андеграунде ведется на ютуб-канале «Рокхаб». Увидим шоу изнутри. В эфире «Фабрика новостей». Сейчас устраивайтесь поудобнее, будет история на коммунальную тему. О том, как все хотят сделать в многоквартирном доме ремонт, но никак не могут договориться. Где? Давайте смотреть. Есть в Хабаровске уникальный, не только для края, для всей страны дом. Это дом коммуна или дом работников НКВД, построенный в 1931-33 годах. В нем шесть этажей, семь запутанных подъездов, кирпичные стены и деревянные перекрытия. Воплощение идеи об общем быте и одно из первых зданий в стиле конструктивизма. Квартиры здесь построили маленькие и без кухонь, зато коридором и общественным пространством оставили много места. Здесь были общие столовые, фабрика кухня, отелье, библиотека, спортзал, детсад, светолечебница, тир, жильцы же военные в основном. Но общий быт людям не очень пришелся по душе, и квартиры стали перестраивать, а общественное пространство превращать в жилые помещения. Сегодня в доме коммуны 150 квартир, а самому дому почти 90 лет. И последние лет 30 он не видел ремонта. Это интересный дом. Овеянный легендами и реальными непростыми историями жизни жильцов сотрудников НКВД. Мы много раз снимали сюжеты в этом доме, и каждый раз невозможно было не замечать, как дом разрушается. Несколько фрагментов с 2018 года. Вот это у нас рухнуло больше месяца назад. Управляйка в курсе. Подъезд у нас, это еще не самое страшное. Вот эту лестницу я сама ремонтировала за свои деньги. Вот результаты. Крыша течет. Ставлю с первого дня ремонта. А мы жаловались на некачественный ремонт. Жаловались, приходили комиссии. На моей памяти она горела трижды. Я трижды ночью вызывала аварийку, потому что вот она горела синим пламенем. Как из разговоров с аварийной службой выяснилось, неграмотное просто соединение. Управляющая компания отвечает, что все работы такого рода должны проводиться после решения общего собрания жильцов. Напомню, это съемки 2018-2020 года, 2021. Однако по сию пору ни собрание не состоялось, ни ремонт не случился. В августе прошлого года в доме коммуне случилась трагедия. Насмерть разбился пожилой мужчина, вышедший на балкон. Полусгнившие доски не выдержали его веса. Трагедия заставила управляющую компанию переложить доски на балконах галереях этого дома. Судьбой дома коммуны, памятника архитектуры, объекта культурного наследия, жилого дома в центре города, в ветшающем состоянии, заинтересовалось краевое правительство. В августе прошлого года дом коммуну посетил тогда еще в Рио губернатор Михаил Дегтярев. И вопрос ремонта дома попал под контроль правительства. Дом коммуны все сложно. Это дом, в котором живут очень активные люди, которые не могут никак объединиться. И принять решение, что с этим домом делать. Управляющая компания тоже не очень ответственно подходит к содержанию и к ремонту этого воистину исторического здания. Поэтому я от фонда капитального ремонта дал поручение эту работу организовать, и Минжекаха тоже. Почему? Потому что где-то нужно просто объединить людей, собрать методически, им помочь. Но то, что дом нужно ремонтировать, это очевидно. Если мы его не сделаем, и городская администрация, и управляющая компанией, и в какой-то части краевой фонд капитального строительства, то он просто будет непригоден для жилья. Напомню, это цитата из августа 2021 года. Управляющая компания, муниципальное предприятие УОО МКД и управление госжилнадзора несколько раз с того момента инициировали собрание жильцов дома коммуны. Зачем? Для того, чтобы решить, что в доме нужно ремонтировать и зафиксировать это решение на бумаге. Жильцы должны сами принять решение о проведении капитального ремонта. Правительство Хабаровского края уже пытается на протяжении двух или трех лет провести данный ремонт. Но основополагающим моментом будет проведение общего собрания собственников, чтобы они провели собрание, приняли решение. И только на основании этого решения уже правительство будет принимать конкретные меры по разработке проектно-сметной документации и проведению непосредственно самого ремонта. 15 февраля этого года очередная попытка собрать жильцов провалилась. Из 150 квартир вышли во двор человек пять. Мы были на том собрании. И вот о чем там говорили жильцы дома, представители управляющей компании и госжилнадзора. Во-первых, время пять часов, люди на работе. Если собрание собирать нужно, значит нужно собирать семь часов. Да, получается, мы не на работе. Они же заинтересованы в этом, тоже должны прийти разинтересованы. Собрание предусмотрено очно-заочной формы, поэтому не обязательно присутствовать на очно. Сейчас передадим через собственников бланки голосования, решения, которые они должны заполнить, и все, и пожалуйста, голосуйте. Но большинство собственников не согласны с тем, что нужен ремонт фасада, например. Выдано предписание по электропроводке пожарной. Другие вопросы, но не фасад дома. Электропроводка, там еще с крыши назрело, у людей крыша течет, постоянно латает. Если вы против данных вопросов, просто голосуйте против и все на это, мне даже там не надо писать. А потом уже в следующем собрании будет предусматриваться ваши вопросы, что там нужно фундамент делать, крышу или тому подобное. Почему мы не можем сразу в этом бланке задать то, что нужно жильцам, если они платят? То есть это обращения были. Ага, ладно, понятно, спасибо. Поэтому эта управляющая компания не просто так захотела и пошла. Тем более, что еще нужно смотреть возможности людей оплачивать капитальный ремонт. Понимаете как? То, что платят они сейчас в рекоператор по капитальному ремонту. Сколько у них там денег? Сколько стоит будет капитальный ремонт? Да, мы можем в блан голосования включить и крышу, электрику, инженерные и все. А жильцы не потянут. На сегодняшний день задолженность получается по капитальному ремонту около 6 миллионов. И тем не менее, 23 февраля в почтовых ящиках жильцов дома коммуны по улице Муравьева-Амурского 25 появились вот такие бланки решения собственника помещения по вопросам повестки очередного собрания. То есть несостоявшееся очное перешло в форму заочного. И в них появились как раз вот те самые пункты, за которые ратовали жильцы дома. Ремонт кровли, проводки, фундамента. Варианты ответов вы видите. Да, нет, воздержался. Пожалуйста, собственника помещения в доме коммуны. Заполните эти бумаги, не выкидывайте. Необходимы голоса 2-3 жильцов, чтобы собрание было признано состоявшимся. И чтобы голосование было признано легитимным. Это похоже как вот на то, что все сели уже в машину, она заведена, мотор жужжит. Только снимите ногу с педали тормоза. Без решения собственников, зафиксированного на бумаге. Никакие процессы ни в доме коммуны, ни в любом другом не начнутся. Конечно, мы будем следить за развитием событий, потому что эта картина еще далеко не закончена. И еще важный момент, она очень типична. Нужно, чтобы собственники действительно умели собираться на собрание и принимать общие решения. Продолжаем. Комсомольск-на-Амуре ждет всплеск интереса к спорту, причем разнообразным его видом. В городе готовится к вводу в строй сразу три больших современных спортивных объекта. Один из трех спортивных центров, которые давно ждут в Комсомольске, это физкультурно-оздоровительный комплекс. На его открытии побывал Михаил Дегтярев. Помимо спортивного и тренажерных залов, здесь есть каток. И теперь заниматься фигурным катанием и хоккеем можно будет круглый год в тепле. В относительном, конечно. Самое современное оборудование особенно вдохновляет на занятия. Второй объект – центр игровых видов спорта и единоборств. Его уровень вместе с губернатором оценил Михаил Мамиашвили, президент Федерации спортивной борьбы России. На торжественное открытие мы, конечно, попробуем пригласить сюда выдающихся наших олимпийских чемпионов, чемпионов мира, чтобы здесь детишки, которые будут заниматься, чтобы не прошли с ними мастер-классы, пообщались с ними. Мы получили еще одну стимулирующую установку. В марте планируют сдать центр сложно-координационных видов спорта. Здесь откроются секции скалолазания, спортивной художественной гимнастики, акробатики и прыжков на батуте. Сооружения были заложены несколько лет назад. Сроки сдачи отодвигались из-за роста цен на стройматериалы. Строительство отлюбка одного из центров, например, игровых видов спорта и единоборств, обошлось в 1 миллиард рублей. В эфире «Фабрика новостей». Обсуждаем события недели и не упускаем из виду детали. Правительство страны продолжает работать над изменением законодательства о похоронном деле. На этой неделе новый законопроект поддержал Минстрой. Главным ответственным за происходящее на кладбищах и вокруг них будут муниципалитеты. Руководитель Хабаровского спецкомбината объяснил, почему возникла необходимость изменить закон о похоронных услугах. Давайте посмотрим фрагмент программы «Говорит губерния». Федеральный закон номер 8, он трактует это двояко всего. Сейчас на рынке данными услугами могут заниматься все, кому не лень. То есть фактически ты можешь зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель и заниматься этой видной деятельностью. То есть в данный момент у нас сейчас на рынке 28 предприятий в городе Хабаровске. Только в городе Хабаровске. Хорошо, если чуть подробнее говорить о предлагаемых изменениях, но в частности говорится о том, что ритуальные услуги это должны быть госуслуги. Вот немножко может быть имеет смысл расшифровать, что под этим подразумевается и как это может повлиять на сами услуги. Но это не как таковы сами госуслуги, а именно госрегистрация. То есть предприятие должно зарегистрироваться в государственном предприятии, которое будет им ввести данный реестр, показать возможность заниматься данным видом деятельности. То есть речь идет о неком лицензировании? Да, это будет лицензирование, где должна быть соответствующая техника, катафаллы, специалисты, которые могут заниматься этим видом деятельности? Ну, вы знаете, среди предложений, я не знаю, войдет ли это в законопроект или нет, было сделать эти услуги бесплатными. То есть каждый гражданин имеет право получать бесплатно эту услугу. Не совсем бесплатно, минимальный набор имеется в виду. Минимальный. Как вы к этому предложению? Я понимаю, что у вас не коммерческое предприятие? Нет, почему? У нас, ну, как таковое, мы полностью находимся на самообеспечении. То есть мы сами зарабатываем все деньги. То есть для вас прибыль тоже имеет значение? Да, конечно, это имеет прибыль. Но у нас имеет такое понятие, как гарантированный перечень. Куда входит, значит, это оказание, можно сказать, бесплатных услуг, куда входит социальные салонные населения, инвалиды, пенсионеры. Здесь идет компенсация из бюджета, если я правильно понимаю. Идет, идет, соответственно, компенсация из бюджета. Куда входит минимальный перечень услуг, которые мы предоставляем. Это захоронение, предоставление катафала, предоставление гроб и соответствующих услуг. Вы знаете, среди предложений, которые там звучат, лично мне больше всего заинтересовало создание так называемого «черного реестра». То есть будет белый реестр, это вот предприятие, которое имеет право заниматься услугами, а черный реестр – это создание списка предприятий, которые зарекомендовали себя плохо. Ну, будем сказать, что это не черный реестр, а реестр недобросовестных. Ну, да, так. Недобросовестных пользователей. Куда, значит, как они, законодатель, как хочет сделать, чтобы, допустим, какие-то административные взыскания за определенный период времени, притом неоднократно, и данное предприятие может попасть в список неблагонадежных. В этом году похоронному делу уделяется особенное внимание. Напомню, с 1 февраля, а как-то тихо и незаметно, был введен национальный стандарт срочного захоронения трупов в военное и мирное время. Региональным властям вменяется в обязанность иметь запас гробов, мешков, хлорной извести и организовать работу так, чтобы успевать хоронить тысячу трупов в течение трех суток. В эфире «Фабрика новостей», что обсудим после короткой рекламы. Первые экземпляры нового самолета «Байкал», сборку которого наладят в Комсомольске-на-Амуре, будут оснащаться американскими двигателями. Есть ли риски попасть под санкции? Расспросим главного конструктора ЛМС-901. Хабаровский приют «Открытое сердце» готовится к новоселью. Своими силами бездомные построили себе дом. Осталось самое сложное – подключить отопление. И нужна помощь профессионалов. Хабаровские рок-группы благодаря энтузиастам получили новую площадку и новую аудиторию. Живой концерт и разговор о музыке, творчестве и андеграунде ведется на ютуб-канале «Рокхаб». Увидим шоу изнутри. В эфире «Фабрика новостей». Из деталей собираем целое. Первые экземпляры нового самолета «Байкал», сборку которого решено развернуть в Капсомольске-на-Амуре, поднимут в воздух американские двигатели «Дженерал Электрик». Не секрет, что сегодня в отношении России вводятся новые санкции, в том числе технологические. И в связи с этим возник вопрос, могут ли они затормозить этот проект. Вопрос не праздный. Санкции так или иначе касаются почти всех машиностроительных предприятий региона. Например, на Хабаровском судостроительном уже несколько лет СВП-50 суда на воздушной подушке ждет двигатель. Из-за санкций судостроители не получили импортный, а отечественного аналога нет. В случае с «Байкалом», как ответили эксперты компании «Байкал Инжиниринг», вероятность того, что нам откажут в поставках оборудования, минимальна. ЛМС-901 «Байкал» – это гражданский самолет. Однако мы все же в ситуации зависимости. И что с ней делать, я спросила накануне главного конструктора компании «Байкал Инжиниринг» Вадима Демина. Вот его мнение. В настоящее время отечественного двигателя, турбоментового, такой мощности, да и поршневого, тоже отсутствует как класс. Но наше предприятие активно разрабатывает такой двигатель на замену, причем оно идет не только на самолеты ЛМС «Байкал», а еще там как минимум для двух проектов нашей организации. И этот двигатель, он проектируется, скажем так, по принципу «пин-то-пин», то есть мы его ставим на те же посадочные места, под тот же капот, он придется провести некий комплекс дополнительных институционных работ. А первые самолеты, конечно, в каком-то количестве будут поставляться двигателем «Дженерал Электрик». Однодвигательный самолет, ставить на него сразу новый двигатель – это неправильно. надо любить своих эксплуатантов, пассажиров. Импортозамещение – это правильное направление, но безопасность перевозки пассажиров, безопасность эксплуатации – это главное, о чем должен думать разработчик. В прошлой программе мы уже обсудили основные летно-технические характеристики. Известно, что самолет сможет летать с тех же полос, что летали Ан-2, но дальше и быстрее. Что нового в материалах, из которых он изготовлен? Есть ли они там? Основной набор конструкционных материалов – это алюминиевые сплавы, потому что с точки зрения эксплуатации, вот таких жестких условий эксплуатации, называемые другоупорные эксплуатации, когда и карни будут лететь из-под колес, и сапогами топать, что называется, на крыло при заправке обязательно кто-то будет залезать. То есть там возможно только применение пока только традиционных алюминиевых сплавов, которые не боятся вот таких условий эксплуатации. Конечно, я как конструктор не могу ругать свой самолет, но даже, скажем так, не самые большие сторонники этого проекта, посмотрев кадры первых полетов и подлетов, отмечают действительно, скажем так, такие характеристики, как малая длина разбега. Мы постарались, что называется, вырезать самолет по весу и по аэродинамике, и характеристики дальности и грузоподъемности. Понятно, что на таком самолет, который летит со скоростью 300 км в час, 10 часов лететь, это никому не пожелаешь. Но это требование обусловлено тем, что надо обеспечить бесплатные перевозки, так называемые. Когда летим мы по маршруту, и на посадочных площадках, куда садимся, там нет авиационного керосина, поэтому самолет летит целый день, облетая разные там населенные пункты или какие-то другие точки и возвращается уже на заправку на базовый аэродрон. Вы сами летали на Ан-2? Я летал, конечно. Я летал на Ан-2. Я даже заштурвал. Вы на этом новом самолетике? На этом самолетике пока летал только летчик-испытатель. А я с ним так подпрыгивал. Ну, участвовал в испытаниях, да. Но летать не летал, нельзя. Там первый полет выполняет летчик-испытатель. Чувствия летчика очень приятные после первого полета. К сожалению, были вынуждены разобрать сразу самолет в этот же день и с тем, чтобы он везти его сюда на выставку. Самолет получился красивый и летает. Летчик получил удовольствие от полета. Вылезать не хотел. Говорит, давай еще летать. Я поясню для наших зрителей. Имеется в виду 9-я национальная выставка и форум инфраструктуры гражданской авиации, которая проходила 9 и 10 февраля этого года в Москве. И вот туда привезли этот разобранный летающий самолет. И последний вопрос. На какой стадии проект Байкала сейчас? Проект самолета Байкал сейчас находится на стадии предварительных испытаний. То есть прошли этапы эскизного проекта, технического проекта, разработан комплект РКД. Идет этап производства. Производство первого образца выполнено. Выполнен, как вы знаете, первый полет. Таким образом, значит, этап предварительных испытаний. Дальше еще впереди идут... Следом идут соревновательные заводские испытания, соревновательные контрольные испытания. Для того, чтобы все это дело выполнить, мы должны построить еще один летный самолет. И один для статических и для ресурсных испытаний. Спасибо. Интервью программе «Фабрика новостей» дал главный конструктор компании «Байкал Инжиниринг» Вадим Демин. После рекламы выходим на финишную прямую и говорим о событийном туризме в крае. И вот еще о чем. Хабаровский приют «Открытое сердце» готовится к новоселью. Своими силами бездомные построили себе дом. Осталось самое сложное – подключить отопление. И нужна помощь профессионалов. Хабаровские рок-группы благодаря энтузиастам получили новую площадку и новую аудиторию. Живой концерт и разговор о музыке, творчестве и андеграунде ведется на YouTube-канале «Рокхаб». Увидим шоу изнутри. Это фабрика новостей. Хабаровский приют «Открытое сердце» готовится к новоселью. Вот его руководитель или глава, или основатель. Четыре года постояльцы своими силами строили дом, в котором смогут разметиться больше 50 человек. Небольшие комнаты сколотили из ДСП и всего, что пожертвовали горожане. Осталось сделать косметический ремонт. И самое сложное – подключить отопление. Почти везде поставили батареи, но тепло по ним пока не пустили. Нужен отопительный котел. Руководитель приюта Сергей Наманюк пытался найти профессиональных сварщиков самостоятельно. И чтобы они его помогли изготовить. Но помочь приюту бесплатно согласны лишь любители. А конструкция котла все-таки сложная, понимаете. К тому же система должна соответствовать всем требованиям безопасности. Ну вот если я видел в Ильинке, делали такие пилетные, там называют котлы, где там горит все. Вплоть даже до пластика, там для этого такие узнавал. Они в пределах где-то 400 тысяч. Этот котел для нас, это, конечно, немножко дороговато. Сейчас в приюте «Открытое сердце» живет около 80 бездомных. В новый дом планируется заселить в первую очередь семейные пары и женщин, матерей-одиночек с детьми. Кроме квалифицированной помощи сварщиков, приюту нужны кровати, тумбочки. Не откажутся от старого линолеума. В общем, всего того, что наведет уют. Вы на фабрике новостей. Социальный проект о молодых и не только хабаровских и не только талантливых музыкантах. Это я цитирую. Живой концерт и разговор о музыке, творчестве и андеграунде. Конец цитаты. Так пишет о себе ютуб-канал RockHub. Проект существует уже полгода, набирает просмотры, а команд желающих выступить уже очередь. И это не рэп, это рок. Тот самый старый добрый. Кто собрал музыкантов, звукорежиссеров, операторов и дизайнеров и вклинился в ровный строй читок тяжелыми рифами, рассказывает Татьяна Репина, показывает Вячеслав Гирич. Темная охота. Так переводится Dark Hunt. Название группы «Метафоричная тьма, заблуждение и иллюзия», «Охота, поиск истины» вдохновляют хабаровских музыкантов скандинавский black metal и русская хтонь. Что такое вообще русская хтонь для зрителя? А это вот всякие похоронные обряды и прочий мрачняк из русской культуры. А почему вы исполняете свои песни на английском? Это ориентация в основном на Запад и дальнейшие какие-то амбиции. Во-первых, нам нравится, как звучит английская речь в металле. В русском языке немного по-другому строится ударение. Но английский язык все-таки международный. И чем больше людей понимает то, о чем мы пойдем, тем все-таки для нас лучше. В отличие от классического металла, треки группы Dark Hunt наполнены лирикой. Многослойные тексты солист Кирилл Симоненко исполняет с помощью экстремального вокала гроулинга. Издавать демонические звуки получилось случайно еще в школе, подпевая Честеру Беннингтону, солисту Линкенпарка. Сначала мы просто нашептывали, что-то подпевали и случайно. Мне как-то бомбануло, это же агрессия внутренняя. I'm bleeding out! Ни хрена себе, вот это да. Внутреннюю агрессию рок-музыканты высвобождают исключительно на сцене. Кстати, с ней в Хабаровске есть несколько проблем. Несмотря на довольно высокий спрос у слушателей, выступать рокером негде. В Хабаровске проблемы с недостатком средних по размеру площадок на 200-300 человек. По сути, вариантов кроме кросс-рода и нет. То есть есть у нас очень дорогая аренда еще, которую большинство групп не потянут. Насколько вообще сложно собрать большую аудиторию на концерт? У нас в Хабаровске такая музыка популярна, нет. Металл-сцена в Хабаровске одна из самых активных вообще в стране. То есть в каком-нибудь Нижнем Новгороде, там Саратове, ну невозможно собрать даже 200-сотни человек на металл-концерт. В Хабаровске собираются даже больше. И они активно рубятся, как будто на дворе все еще 2007-й. Сегодня у хабаровских рок-групп появилась еще одна площадка YouTube-канал RockHub. Придумал и реализовал идею Владимир Лозовой. Он нашел студию, договорился с владельцем. Проект поддержали операторы, монтажеры, дизайнеры. Каждый на площадке работает безвозмездно ради удовольствия. Было какое-то желание сделать некий музыкальный проект, который бы рассказал о том, как в Хабаровске происходит музыкальная жизнь, причем именно авторская музыкальная жизнь, рок-н-ролльная музыкальная жизнь. Идея есть сделать некий опен-эйр. А придут ли люди? Когда у меня была рок-н-ролльная юность, зал был всегда битком на любом рок-концерте. В принципе, любые рок-концерты все приходили. А сейчас, мне кажется, что все-таки изменилось что-то. И рок-н-ролл, он, скажем так, не на той вершине, на которой, допустим, рэп. Сейчас рок как бы на пике, он начинает развиваться потихоньку. Да-да-да. То есть, грубо говоря... Интересно, я думала, вы мне скажете, что, например, сейчас популярен рэп, хип-хоп. Последние два года, то есть, от этого уже потихоньку отказываются, уже всем надоели эти мотивчики, уже ищут серьезную музыку. Ну, я думаю, это путевка в жизнь, и все равно, рано или поздно, начиная отсюда, возможно, кто-то пробьется вперед. Пока в студии лайф-шоу «Рокхаб» выступили 9 команд, но их точно будет больше. Во-первых, немало желающих заявить о себе, а во-вторых, организаторы ставят только одно условие для участников – качественное звучание, ну и, конечно, свой стиль. Татьяна Репина, Вячеслав Гирич, телеканал «Губерния». Ума, вы знаете, люби, что делаешь, и твое дело заинтересует других. Это будет интересно всем. Нас несколько лет назад в Советско-Гаванском районе местные рыбаки-любители, наверное, так это было, решили проводить фестиваль «Серебряная корочка». Почему мы ловим просто так, давайте как-нибудь посоревнуемся. И вот «Серебряная корочка» с 2017 года в национальном календаре событий России. В этом году фестиваль состоится 26 февраля. Не знаю, успеете ли доехать в субботу. В бухте Эгги соберутся 11 команд любителей подлёдного лова из Советской гавани Ванина и Хабаровска. На фестивале рыбаки посоревнуются в ловле рыбы, в скорости бурения льда. Их группы поддержки представят блюда из морепродуктов, а барышни поборются за звание «Мисс Серебряная корюшка». Это отдельное шоу. Ежегодный фестиваль пройдёт уже 17-й раз. Это одно из самых известных мероприятий событийного туризма в Хабаровском крае. «Серебряная корюшка» за эти годы получила несколько всероссийских наград в сфере туризма. За всё время существования фестиваля в нём приняли участие не только россияне, но и граждане Японии, Кореи, Новой Зеландии, Китая. Другая история, и тоже про рыбу. В Ульчском районе развернулась с корюшкой и рыбаками, да. В Декастре приехали жители Хабаровска, Комсомольска, Намурии и Владивостока половить корюшку. В понедельник, 21 февраля, выдвинулись в бухту Тигиль, и тут случилось неприятное, но прогнозируемое в это время года. Льдину с людьми и машинами унесло течением от берега Декастре. В понедельник, как я уже сказала, 21 февраля, на Ледовом поле находились 46 человек. Выехать на берег им удалось в 4 километрах от посёлка Декастре, куда течением прибило льдину. Однако единственная лесная дорога от этого места к посёлкам оказалась засыпана снегом, поваленными деревьями. В общем, спустя сутки рыбаки по телефону сумели нанять бульдозер, который прочистил 14 километров дороги от федеральной трассы Селихино-Николаевск до места привала, так скажем, стоянки рыбаков. Однако и после этого уехать своим ходом они не смогли за большой колеей. Все 24 машины бульдозер брал на буксир. Продержаться рыбакам помогли местные жители. Кто мог, на снегоходах доставили им воду, еду и топливо для машин. 24 февраля операция по самоспасению завершилась благополучно, к счастью. В администрации улического района о ситуации тоже знали, но помочь ничем не могли. Техники для расчетки дорог нет. Это к вопросу о полномочиях и возможностях органов местного самоуправления. На сию минуту неделя выглядит такой. Каждое новое событие меняет картину. Мирных нам новостей. Всем счастливо. Редактор субтитров А.Семкин